В зале попечительского совета Казанского университета прошла международная конференция «Россия-Азербайджан». У нас очень много точек соприкосновения как у России с Азербайджаном, так и у Татарстана с Азербайджаном. Более 70 представителей организаций собрались в культурно-спортивном комплексе «Уникс» на общеуниверситетской ярмарке вакансий. Студент может подойти, заинтересоваться и задать любой вопрос работодателю, и все работодатели с удовольствием на эти вопросы отвечают. В Казанском федеральном университете с 22 по 23 апреля проходит 17-я международная научно-практическая конференция по корееведению «Россия-Корея. Настоящее и будущее российского корееведения». Я надеюсь, что проведение международной конференции по корееведению в Казанском федеральном университете послужит фундаментом для разностороннего сотрудничества. Всем привет! В эфире «Универ-Ньюс» о студии Надежды Мещерякова. В набережных Челнах появятся еще два здания общежития и учебный корпус Казанского федерального университета. Об этом в интервью по телефону нам рассказал Махмуд Ганеев, директор набережной Челнинского института КФУ. Состоялась встреча с представителем Министерства образования России, КАМАЗа, КФУ и ТАТ «Индец-Граждан-Проект». Обсуждался вопрос об строительстве инфраструктуры в городе Набережный Челнин, Набережный Институт. Значит, на сегодняшний день заканчивается проектная работа и где-то к концу июня мы получим уже после экспертизы все документы. После этого мы ждем финансирования. 16 мая должны закончить проект двух общежитий и учебного здания. 30 июня они должны пройти экспертизу. После этого мы отправляем все документы в Москву и ждем, Министерство образования обещает, что в этом году уже какие-то финансы, скорее всего, будут выделены. Два общежития, 541 человек, каждое общежитие. Учебное здание, там будет учиться 1100 человек. Есть проект создания на нашем базе технического университета. И вот одни из пунктов этого создания технического университета – это как раз улучшение инфраструктуры. В зале попечительского совета Казанского университета прошла международная конференция России-Азербайджан. Исторический опыт межнационального и межконфессионального согласия. Все подробности далее. Конференция посвящена вопросам межнационального и межконфессионального согласия. Создание международной диалоговой площадки между Россией и Азербайджаном. В целях консолидации обществ двух стран для формирования предпосылок к устойчивому развитию в социально-гуманитарной сфере. У нас очень много точек соприкосновения как у России с Азербайджаном, так и у Татарстана с Азербайджаном. Это общность культур, схожесть некоторых ценностей, традиций и очень устойчивые исторически сложившиеся партнерские взаимоотношения. Мы, безусловно, поддерживаем национальную культурную автономию азербайджанцев, которая является одной из самых многочисленных в республике Татарстан. На данный момент в республике проживают 173 национальности, поэтому наш дом дружбы, он очень богат добрососедством, богат культурными какими-то традициями. На международной конференции «Россия и Азербайджан» приняли участие гости из Азербайджана. Наш татар и азербайджанство связывает очень многое. Многовековая дружба. У нас единый язык тюркский, у нас одна религия – ислам. У нас единые традиции похожи. И мы вместе отмечаем праздник Новгорода с Байраном. Елизавета Никитина, Софья Чугунова, Фарид Захитоглы, Универньюз. 23 и 24 апреля в стенах юридического факультета Казанского федерального университета проходит седьмой студенческий модельный судебный процесс «Всероссийские судебные дебаты-2021». Они являются традиционными не только для студентов Казанского университета, но и для студентов по всей России. Команды соревнуются между собой в раундах, отстаивая собственные позиции по судебным делам, аргументируя и доказывая правильность и обоснованность своей правовой позиции. В течение года Центром по организации временной занятости обучающихся совместно с институтами Казанского университета проводились дни карьеры и встречи с работодателями по конкретным направлениям подготовки. И, наконец, более 70 представителей организации собрались в культурно-спортивном комплексе «Уникс» на общеуниверситетской ярмарке вакансий. О том, как прошла ярмарка, расскажем в нашем следующем сюжете. Ярмарка вакансий открывает множество возможностей для обучающихся вуза. Здесь представители и государственная организация образовательных учреждений, представители предприятия, IT-сферы и многих других. Это прямое общение между работодателем, студентами и выпускниками. Здесь наши студенты могут найти место для временной занятости в период своего обучения, для постоянного трудоустройства, могут найти также и студенты-выпускники, и также могут найти себе места для прохождения практик и стажировок. Вероприятие прошло не только на площадке «Уникса», но и на онлайн-платформе. Студенты могли оставлять людьми на сайте «Факультетус» и откликаться на вакансии более 92 различных организаций. Студент может подойти, заинтересоваться и задать любой вопрос работодателю, и все работодатели с удовольствием на эти вопросы отвечают. В основном студенты спрашивают про стажировку, про совмещение с учебным процессом, так как это основной вопрос, на котором они обостряют свое внимание. Один из работодателей IT-компании рассказала о том, какие навыки нужны для того, чтобы попасть в их организацию. Мы оценим хардскиллы, технические навыки сотрудника и софтскиллы. То есть, естественно, если это студенты, мы очень смотрим на совтскиллы, на его коммуникативные навыки, на его самоорганизованность, способность к самообучению, общительность, способность работать в команде либо же способность работать самостоятельно. Нистан Гургеница подчеркнула, что главное в сотруднике – это уверенность в себе и способность в коммуникации. Я всегда замечаю, что сотрудники, которые приходят в КФУ, с КФУ, когда-то с КГУ, я сама закончила КГУ, они всегда более общительные, они более сильные, у них больше багаж знаний, чем с другими институтами казанскими. Я раньше думала, что это не так, но я чувствую прям колоссальную разницу обучения, которое дает КФУ и обучения в других университетах. Инджи Минебаева, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Научный семинар для студентов Института физики Казанского федерального университета провели сотрудники Объединенного института ядерных исследований Международной межправительственной научно-исследовательской организации в Наукограде-Дубно Московской области. Они познакомили студентов 3-4 курсов, обучающихся по направлениям физика, радиофизика, нанотехнологии, астрономии, с истории института, его структурой и исследованиями, которые ведутся в научном центре. В Казанском федеральном университете с 22 по 23 апреля проходит 17-я международная научно-практическая конференция по корееведению «Россия-Корея. Настоящая и будущего российского корееведения». О том, как прошло ее торжественное открытие, расскажем в нашем следующем сюжете. На пленарном заседании конференции в своем видеообращении полномочный министр, генеральный консул Республики Корея в Российской Федерации Пахо поблагодарил руководство ВУЗа за организацию. Я искренне поздравляю Казанский федеральный университет с проведением 17-й международной конференции по корееведению «Россия-Корея. Настоящее и будущее российского корееведения». И очень рад приветствовать вас этим видео на значимом академическом мероприятии. В этом году празднуют 30-летие установления дипломатических отношений России и Кореи. Поэтому я считаю, что конференция имеет огромное значение. В свою очередь, проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев обозначил причину популярности корейской культуры среди российской молодежи. Российская корееведения стремительно развивается, открывает для нас заманчивые горизонты. Мы обсуждали, что сегодня Корея, ее современное социально-экономическое развитие, ее современный фунт, город, культура, вызывают большой интерес у молодежи, у молодых ребят, у девушек, которые увлекаются, интересуются тем, что происходит. Потому что она, по-моему, эта культура самобытная, интересная, она оригинальна, она не копирует что-то другое. В ходе конференции планируется обсуждение актуальных проблем и тенденций развития настоящего и будущего российского корееведения, освещенных в различных областях деятельности. Директор службы содействия развитию корееведения Ли Кан Хан выразила благодарность ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову и руководству за сотрудничество и развитие корееведения в КФУ. Я надеюсь, что проведение международной конференции по корееведению в Казанском федеральном университете послужит фундаментом для разностороннего сотрудничества между Кореей и Россией, а также послужит прекрасной возможностью для развития корейско-российских отношений через развитие корееведения, улучшение понимания Кореи и расширение обмена в различных областях. Основными направлениями работы конференции в этом году стали «Настоящее и будущее российского корееведения, культура и литература Кореи, история, политика и экономика Кореи». Илья Андреев, Фарид Захи Тугле, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Надежда Мещерякова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!